здравствуйте меня зовут костерка елена владимировна я врач гастроэнтеролог и диетолог и сегодня я хотела бы поговорить о микробиоме а именно о микробиоме толстого отдела кишечника не вызывает сомнений что питание влияет на здоровье человека но не так давно ученые установили что в этой цепи есть звено в виде микробиома то есть наше питание влияет на микробиом а микробиом уже влияет на здоровье почему это так давайте разбираться и начнем с небольшой исторической справки в 1990 году было запущено большое исследование геном человека ученые планировали расшифровать всю генетическую информацию и соответственно получить ответы на вопросы почему возникают те или иные заболевания в 2003 году исследование было окончено мы получили полный геном человека однако оказалось что далеко не все заболевания зависят от нашей генетики тогда было запущено второе исследование микробиом человека оно началось 2007 и уже в 2014 мы имели окончание первой фазы и в результате этого исследования ученые установили так много новых фактов что бум изучение микробиома продолжается и по сей день если посмотреть на научные публикации то они растут с геометрической прогрессии что же установили ученые ну во первых первое важнейшее открытие было в том что микробиом каждого человека это некая уникальная система и мы отличаемся с вами как отпечатками пальцев так и своими микробиомами поэтому говорить о некой норме микробиома ни в коем случае нельзя еще раз повторюсь это некая уникальная система которая присуща человеку и мы можем говорить только лишь о более или менее здоровых паттернах микробиома второе важнейшее открытие это много новых видов бактерий которых ранее не знали с чем это связано а дело в том что ранее использовали так называемый бак посев когда выделяли бактерию заселяли ее на питательную среду и смотрели за ее ростом таким образом и в настоящий момент лаборатории дают нам ответ около 30 видов бактерий ну а в целом тогда было описано около трех сотен видов когда запустили генетическое исследование узнали что у каждого из нас есть три с половиной четыре тысячи видов уникальных бактерий дело в том что большинство бактерий анаэробы то есть при контакте с кислородом они погибают таким образом выделить эту бактерию и вырастить ее на питательной среде просто не представлялось возможно а когда методику изменили и начали искать именно генетический материал бактерии мы увидели что бактерий намного больше и третье важнейшее открытие в результате исследований микробиом человека это взаимосвязь микробиома и заболеваний у человека сейчас достоверно известно что микробиом влияет на здоровье и может провоцировать развитие таких заболеваний как ишемическая болезнь сердца метаболический синдром и воспалительные заболевания кишечника что касается воспалительных заболеваний кишечника здесь очень тонкая взаимосвязь дело в том что во время воспалительного заболевания микробиом вторично изменяется поэтому на данный момент ученые еще спорят что является первой причиной либо наличие воспаления и в последующем изменение микробиома либо изменение микробиома и в последующем уже развитие воспалительного заболевания кишечника таким образом огромное количество новой информации продолжает изучаться